Доброго дня, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. Вечная память. После тяжелой болезни почил клирик Новокузнецкой епархии иеросхемонах Симеон Стреха. Рубрика без комментариев. В канун праздника Сретения Господня митрополит Аристарх совершил всеночное бдение. Прости и Бог простит. Глава митрополии возглавил чин прощения в главном храме Кузбасса. Первый день Великого Поста. Митрополит Аристарх прочел великий канон Андрея Критского в Знаменском соборе. От самых юных. Ученики православной гимназии Кемерова рассказали о Великом Посте. 16 февраля священнослужители и православные верующие простились с одним из старейших клириков Кузбасской митрополии иеросхемонахом Симеоном, протоиереем Дмитрием Стрехой. Отец Симеон почил в ночь на 14 февраля после тяжелой болезни. 15 февраля в праздник Сретения Господня Преосвященный Владимир епископ Новокузнецкий-Таштагольский совершил божественную литургию в Троицком храме Осинников, который был построен трудами и заботами отца Симеона. По окончании службы архиерей совершил заупокойную литию у гроба священнослушателя. Иеросхемонах Симеон до пострига, протоиерей Дмитрий Павлович Стреха родился 22 мая 1939 года в Брестской области. Как большинство парней служил в армии, затем окончил Темирязевскую сельхозакадемию в Минске. А 21 января 1973 года был рукоположен сам Диакона. 9 сентября того же года отец Дмитрий стал священником. Так случилось, что все церковное служение отца Симеона неизменно было связано с Сибирью, а большая и самая значимая часть – шахтерским городом Осинники, которому он отдал 35 лет. Здесь отец Дмитрий занимался строительством благолепного каменного Троицкого храма, был настоятелем Ильинского храма, благочинным церквей Осинниковского округа. Оценкой его многолетнего служения Церкви Христовой и жителям Сибири стали многочисленные церковные областные награды, которых был удостоен отец Симеон. Отпевание иеросхе монаха Симеона состоялось 16 февраля. Проститься с почившим в главный храм Осинников прибыли священнослужители Новокузнецкой и Кемеровской епархий, а также многочисленные христиане, которым был дорог усопший. Я к отцу и восхоте, преклони сердце моего сведения, но я к ним и каим слову. Последование отпевания по монашескому чину возглавил игумен Пимен Сапрыкин, настоятель Свято-Пантелеимонова мужского монастыря. По окончании священнодействия он призвал едва уместившихся под сводами храма участников отпевания хранить в своих любящих сердцах память об отце Симеоне, не оставляя его в своих усердных молитвах. Многие из вас крестились в храме святого пророка Божьей Ильи, где долгие годы отец Дмитрий являлся настоятелем. Многих из вас он самих венчал, детей ваших, освещал квартиры, дома, наставлял, проповедовал Слово Божие. И сегодня настало время, когда мы должны положить в свое сердце его имя, но уже не как протерея Дмитрия, а как новоприставного иеросхимонаха Симеона, который посвятил свою жизнь Богу. Слово соболезнования от митрополита Кемеровского и Прокупьевского аристарха, главы Кузбасской митрополии, зачитал диакон Вячеслав Ланский. Уверен, что отец Симеон и после своей кончины не оставит нас, непрестанно охватывствуя о своих сотрудниках и чадах перед Господом нашим Иисусом Христом в Его Небесном Царстве, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечна. Упокой Господи душу усопшего раба Твоего, новоприставленного иеромонаха Симеона, и прости ему вся прегрешение. Аристар, митрополит Кемеровский и Прокупьевский, глава Кузбасской митрополии. После отпевания и прощания с отцом Симеоном, гроб с его телом был пронесен вокруг Троицкого храма, а затем погребальная процессия направилась в Святопантереемонов монастырь. Здесь литию по усопшему совершил протеерей Сергий Плаксин, после чего тело почившего было предано земле. Песня. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Он как бы возвращает всех нас с вами к младенческим годам жизни Иисуса Христа. Он приходит в Иерусалимский храм, говорят святые отцы, даже будучи младенцем, не только за себя, но и за нас во имя нашего спасения. В последний день перед началом Великого Поста митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх в Знаменском соборе Кемерова совершил чин прощения. В этот день в храмах Православной Церкви, в том числе и на территории Кузбасса, прошли уникальные для годового обихода богослужения, во время которых священнослужители и миряне могли попросить друг у друга прощения обид. Это богослужение, первое в череде Великопостных, праздничное пение уступило место чтению Псалтири. Неотъемлемой частью любого богослужения суточного круга стала молитва преподобного Ефрема Сирина «Земные поклоны». По окончании вечерни митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх, стоя у царских врат, прочел молитву, в которой испросил у Господа благословение для своей паствы на поприще наступающей Четыридесятницы. Сегодня Святая Церковь призывает нас с вами оглянуться на прожитую жизнь, посмотреть, в чем мы ошибались, в чем грешили, в чем нам нужно исправиться и сделаться лучше, чтобы это время было временем и подвига, и духовного роста, и совершенствия. Это нужно прежде всего для нас самих, для тех, с которыми мы идем по жизни, с которыми мы встречаемся каждый день, начиная с собственного мира внутри и взаимоотношений с семьей, в коллективе, в регионе, где мы живем. Потому что только через это взаимное прощение человек обретает самое большое, великое и некородное богатство. Мир Христов в своей душе. В этот особенный вечер исполнить христианскую традицию и спросить прощения у архиереи и священнослужителей собора смог каждый прихожанин. Ведь именно так, примирившись со всеми, и следует начинать подвиг служения Богу. Вечером 19 февраля митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх молился на Великом Повечерии в кафедральном храме Кемеровской епархии Знаменском соборе. Вместе с архиереем молились священнослужители и прихожане собора. Великим постом с понедельника по четверг Первой Седмицы на Великих Повечериях читается покаянный храм. Канон святого Андрея Критского. Канон этот назван Великим, как по множеству мыслей и воспоминаний в нем заключенных, так и по количеству содержащихся в нем тропарей – около 250. В обычных канонах их около 30. Для чтения на Первой Седмице поста канон разделяется на четыре части по числу дней. В среду и четверг к Великому канону прибавляется несколько тропарей в честь преподобной Марии Египетской. Пришедший из глубокого духовного падения к высокому благочестию. Великий канон завершается тропарями в честь его Творца, святого Андрея Критского. Сегодня давайте мы немножечко поговорим о Великом посте. Как вы лично, вот каждый из вас, как лично понимает, что такое Великий пост? Для меня Великий пост – это тогда, когда ты сказываешься от тех вещей, которые поседневно из-за этой жизни используются очень часто, например, телефоны и компьютеры. Для меня Великий пост – это ограничение себя в духовном и физическом плане для воспитания своей силы воли. Это духовное развитие, которое дает нам Бог, чтобы мы смогли лучше осознать себя, понять свои мысли, самореализоваться в чем-то, что-то изменить в своей жизни. Это как передогрузка нашей внутренней вселенной. Это когда человек сам себе начинает думать о своих ошибках. Мы начинаем, как сказать, свою душу просматривать, что мы делали, и ограничения себе делать. Например, посмотреть телевизор в виде ограничения, чтобы мы поняли, что не делали таких ошибок, как делали до поста. Во время Великого поста можно постные продукты, то есть которые не произошли от скотины. Можно картошку, что будет, потому что от земли нельзя мясо, молочные продукты, яйца и так далее. Можно есть все, что произошло от земли. А также желательно не ругаться. Не гадать компьютер, как там все сказали, не смотрел телевизор, ограничивать себя физически тоже, но это как бы можно отвести немного на старый план, но это тоже очень важно. Самая главная цепь поста – это копаться в себе, остаться над ним со своими мыслями. А если мы будем говорить в компьютер, то мы отвлекаемся, забываем о том, что мы сегодня делали, не осмысливаем все свои поступки, не хотим что-то исправлять. Мы просто забываемся во всей этой суете, и в итоге пост проходит зря, даже если мы соблюдаем все правила поведения или виды. Во время поста нельзя очень ругаться, нельзя друг другу обзываться. Это вообще нельзя, но надо говорить себе, что это делать нельзя. Надо очень молиться много в Великий пост, чтобы в свои поступки подумать о них. И надо, как бы сказать, в Великий пост не сильно веселиться. Я хочу не согласиться с Варварой, так как веселиться бывает разным. Можно сходить на природу, устроить погул по рагу, по Завоскежному парку. Это тоже веселье или развлечение. И веселье – это не только клубы, вечеринки, разные игры в компьютер. Да, поэтому веселиться можно, даже нужно. Надо себе дать отдохнуть, надо остаться с собой наедине и дать себе то, что ты давно хотел сделать. Получается, что последний день, когда можно было есть, мы с мамой начали есть блины. То есть, как конец мяса мунице. И я соблюдаю пост, не так уж много, не ем мяса много. Я вообще его не ем. Не пью молоко и не ем яйца. Я соблюдаю пост более духовный. Я пытаюсь выполняться в себе, отыскать себе какие-то нюансы, изъяжить. Пытаюсь я как-то их металлизовать, провести самоанализ. Я во время поста меньше играю в игры, если не смотрю вообще телевизор. И даже вообще не играю в игру. Последнее время перестал в принципе играть, а в пост теперь вообще не играю. И пошусь в последние дни, то есть, как обычно, пятница, среда. И тогда я не ем молочные продукты и мясо, яйца. Стараюсь не ругаться. Перестаю, ну, как-то хочу завтрашнего дня перестать есть органические продукты. Бог так расположил, что, то есть, когда мы постимся, мы питаемся правильно, раздельно. И мы стараемся здоровее. И еще для того, чтобы, надеюсь, какие-то недостатки. Смысл поста, конечный смысл которого, конечно, заключается в том, чтобы стать ближе к Богу. Стать немножко лучше и этим проявить свое такое человеческое достоинство, которое называется образ Божий. Вы, дети, молодцы. Мне очень понравились ваши ответы и ваше индивидуальное, именно индивидуальное понимание. То есть, не то, которое, как бы, иногда мы можем где-то прочитать даже в газете или в какой-нибудь, или в интернете услышать, может быть, от знакомого. А свое личное мнение, оно очень важно. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, мы внимательно следим за вашими отзывами. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, который вы видите на своих экранах. А на этом у меня все. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok